коллеги приветствую вас на youtube канале клуба трейдеров картель и сегодня в продолжении темы работы от крупного лимитного участника разберем тему обратную противоположную предыдущей а именно отбой от лимитной заявки где можно заходить в сделку какой потенциал у этих сделок и на что необходимо обратить внимание на презентации у нас здесь сегодня не просто так железобетонная плита наверное многие слышали что на пути движения инструмента часто оказываются так называемые плиты то есть крупные лимитные заявки от которых можно работать в отбой можно пробовать брать сделки в касание да не исключены манипуляции но мы ошибаемся всего лишь на один стоп лосс начать хотел бы я с напоминание о том что сейчас на картель маркете действуют скидки до 10 числа если вы хотите более детально разобраться в каких торговых ситуациях могу порекомендовать свой курс у нас интересно живые созвоны никаких записей из плюсов до вопросы по ходу курса разбираем все все возникающие всевозможные то есть глупых вопросов не бывает после окончания курса отдельная группа с выпускниками совместные торги живые и так далее в общем плюшек много заходите скидка будет действовать недолго так начнем с сначала с графика но относительно уровня есть ситуации когда лимитные заявки возникают в воздухе и с ними не так интересно но даже если мы там не находимся вблизи прям дневного уровня смотрим интересные места то есть там где рынок разворачивается где рынок останавливают и цена меняет свое направление последующий подход к этому месту может сопровождаться проявлением крупного лимитного участника который будет сдерживать цену от дальнейшего движения на примере я вот картиночки складываю там ребятам значит на значение 451 расположена очень крупная лимитная заявка и предположение такое что мы пробуем брать отбой именно в первичном касании либо если будет манипуляция и лимитная заявка будет размещена вновь то это будет как дополнительный усиливающий фактор для работы в отбой от уровня то есть если это предположить дальнейшее развитие событий графически то мы подойдя к уровню коснемся после этого да то есть можем чуть постоять здесь можем поджаться и будет какой-то ложный пробой а после этого цену опять загонят обратно и будет проявление лимитного участника если так то вход уже после манипуляции то есть так как мы входим относительно лимитной заявки то стоп сразу за лимитку неважно какой глубины будет манипуляция мы будем не правы только на стоп если манипуляция то при появлении лимитной заявки опять на уровне мы опять поставим стопик сразу за нее не нужно ставить за манипуляцию потому что если лимитка держит она держит если он действительно крупная значит цена не выйдет в пробойной плоскости будет оставаться под ней на что нужно обратить внимание если мы заходим в первичное касание то есть мы размещаем ордер еще до того как цена подошла к лимитной заявки размещаем чуть ниже в данном случае на примере всего на одну копеечку ниже потому что если мы уже видим крупную лимитную заявку и поставим свой сел лимит в данном случае на значение лимитной заявки то исполнится он только тогда когда от лимитной заявки уже ничего не останется потому что ордера исполняются в порядке очереди то есть кто первый стал того этапки кто первый разместил заявку то заявка 1 будет исполняться до тех пор пока лимитка не разберется наша заявка исполна не будет то есть цена может касаться но сделку не дадут сделка не откроется поэтому на одну копеечку ниже вход на одну копейку выше стоп лосс за значение лимитного участника отдельным фактором необходимо отметить что для данного способа торговли в отбой вот лимитки не подходят инструменты которые быстро ходят потому что перемещение объемов по каким-то значениям происходит очень быстро отследить действительно крупную заявку будет проблематично когда все прыгать и карта вот такие на младших таймфреймах квадратно смотрящиеся до квадратно выглядящие инструменты в том плане что они ходят так как бы рублена вот на них можно пробовать работать по данному подходу я для наглядности несколько скринов делал в момент подхода то есть здесь издалека наружу что назначение 44 51 стоит огромная заявка сильно больше того объема который мы видим в среднем на различных значениях да как на продажу так и на покупку не заявочка очень большая в момент когда мы стали приближаться к заявке она еще и увеличилась то есть заявку видят другие участники пытаются стремятся до зайти по тому же значению но вот к сожалению если ставить свой стал лимит в данном случае опять таки на значение крупного лимитного участника то нам его не дадут даже если будет касание но это уже ситуация после того как мы подошли и уходи уходя от заявки она остается стоять такая ситуация хорошая еще лучше если мы увидим перемещение объема по ходу то есть мы будем уходить от уровня от лимитки и значение лимитного участника вот этот объем будет перемещаться по ходу движения то есть чем дальше мы уходим им ближе эту лимитную заявку к нам ну как бы переносят ну и плюс перед лимиткой когда накидывается объем другими участниками которые видят эту крупную лимитку это тоже будет таким плюсиком потому что до тех пор пока этот объем не будет разобран на продажу цена не пойдет даже к 451 после того как произошло уже все до подходили были касания так еще есть и после вот этого последнего хода нас как бы немножко выравнивают мы перебиваем там последний локальный откат с которого подошли еще раз к уровню и далее уже тут несколько вариантов для захода то есть достаточно времени инструмент находится вблизи уровня есть возможность зайти прям совсем совсем рядышком к уровню то есть совсем близко и если 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 все верно сделать касаемо входа стоп лосса и так далее то есть вот относительно небольшое движение если так вот издалека посмотреть то это всего лишь чуть-чуть мы проходим но даже в таком движении есть возможность забирать хорошее соотношение риск прибыль то есть от от лимитного участника стоп максимально короткий при максимально коротком стопе нам не нужно много проходить для того чтобы забирать наши заветные 3 4 к дому и если у нас получается зайти максимально близко к лимитке то совсем коротенькое движение и take profit в кармане такие вот ситуации они встречаются довольно таки часто сейчас на российском рынке неплохо отрабатывать лимитки потому что объема не столь существенные и как это кукловоды в общем участники которые работают большими объемами они останавливают цены от дальнейшего движения и по характеру того что происходит на лимитном уровне мы можем строить предположение если в момент подхода вспоминая прошлый урок лимитку разбирают то есть отрезают 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 от нее по кусочку и она заканчивается мы видим импульсное движение потому что вот те кто пытаются работать вот лимитки располагают свои стоп-лоссы сразу за уровнем выход в пробойную плоскость автоматически генерирует импульсное движение потому что стоп-лоссы начинают сделки заказать начинают закрываться стоп-лоссы срабатывают и мы видим покупки по рынку и которые ну вот и вызывают импульсное движение плюс если это крупный участник действительно двигает рынку то он если это даже там не манипуляция и на самом деле разбивается лимитка встречная то крупными рыночными ордерами цену гонят 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 к лимитке и происходит такое вот резкое импульсное движение то есть это все быстро воды в пробой частенько сопровождаются проскальзываниями особенно если мы запозднились с размещением ордера и сделки могут исполняться не по тем ценам которые мы хотим а вот входы от лимитки от крупный располагая там чуть-чуть не доходя лимитного значения мы входим по цене не хуже поэтому гарантируем исполнение сделки получше цене но не гарантируем само исполнение то есть может быть что цена быстро уйдет и нам просто не дадут позицию это как бы один из минусов работы используйте в торговле находите крупных лимитных участников хорошим плюсом будет если это будет на подходе к дневному уровню какие-то крепкие места там места срыва и так далее в общем какие-то интересные места относительно которых движение инструмент совершает существенно да если так вот смотреть локальные какие-то точки они происходят какие-то изменения которые разворачивают цену пусть и недалеко в данном случае мы там подходили плавно без каких-либо подлетов но наличие лимитной заявки позволяет забирать по чуть-чуть мы свое забираем то что нам дают и сторону в ожидании другой понятны для нас торговой ситуации не работайте в хаосе должно быть все формализовано используйте стоп-лоссы удачи пока пока перем wer о а о о о о об о о о Субтитры создавал DimaTorzok